День добрый, с вами Смирнова Ирина и сегодня мы будем устанавливать плагин создания галереи на вашем блоге. Плагин, как я написала в статье, очень легко настраиваемый. Устанавливаем мы его в виде архива, то есть проходим вот по этой дорожке добавить новый, загрузить, загрузить и выбираем ваш архив на вашем компьютере, тот архив, который вы получите. Он должен быть у вас в формате zip, он очень легко и просто устанавливается, я его уже установила, чтобы мы время с вами не теряли. И вот здесь нахожу этот плагин. Плагин, видите, имеет пять настроек. Давайте мы зайдем в этот плагин и посмотрим, как мы его будем настраивать. Ну, во-первых, здесь у нас с вами очень много возможно сделать галерей. Как это определяется? Вот посмотрите, здесь я могу сделать достаточно много страниц и посмотрите, сколько я могу отображать галерей на одной страничке. То есть я на одной страничке могу отображать до ста галерей. Вот эта вот часть, это часть, на которой будет формироваться шорткод. Мы вот его здесь будем брать. Выбирать будем конкретную галерею, забирать конкретный шорткод и вставлять его в запись. Вот для того, чтобы у нас с вами эта галерея выглядела хорошо, мы должны сначала сделать настройки. Настройки заключаются в том, что наша задача настроить размер обложки вашей галереи. То есть на сайте у вас будет отображаться только одна картинка. Только после того, как человек кликнет по этой картинке, у него будет отображаться вся галерея. Вот давайте сейчас мы сделаем такие настройки. Если я сейчас переведу вот этот вот интерфейс, то вот первое окно это ширина вашей картинки. Я выбрала картинку большую, я беру 590 пикселей. Высоту я взяла 240 пикселей. Здесь я ничего не трогаю. Я оставляю так, как это будет по умолчанию. Вы можете здесь добавить какие-либо пользовательские стили. Ну, например, вот посмотрите с правой стороны, здесь при переводе будет возникать обратный перевод. Вот посмотрите, видите, написано «Например». То есть вы можете сюда вставить, прямо скопировав, но только переведя прежде всего на английский язык. То есть рамку, ее ширину, отступ от края и так далее. То есть посмотрите внимательно вот эти вот настройки. Для нас очень важно вот этот чекбоксик. Этот чекбоксик у нас помогает нам установить в нашей галерее кнопки социальных сетей. Значит, если вы здесь поставите галочку, то этих кнопок у вас не будет. Все, сохраняем. Это первая опция, которую мы с вами настроили. Теперь добавляем галерею. Вторая опция. Посмотрите, как только мы сюда перешли, у нас уже здесь из первых настройок, из первой настройки переходит величина нашей картинки. Итак, называю галерею. Это название галереи. Так как мы будем с вами смотреть енотов, то есть такая веселая галерея про веселых енотов, то я называю это галерею енотов. Это я делаю исключительно для того, чтобы я могла сама разобраться, что это за галерея. Описание галереи. Просто пишу веселые еноты. А вот сюда я загружаю картинку обложки. Посмотрите, я кликаю загрузить. И эта картинка у меня же загружена, я не буду загружать с компьютера. Я ее беру в библиотеке файлов. Вот она, эта картиночка загружена. То есть я пишу показать. Она у меня уже оптимизирована. Вот ее размер. Вот заголовок. Это атрибут alt. Это описание. И я прошу только установить ее в запись. Все. Вот она у меня здесь появилась. Не забудьте добавить галерею. Иначе все данные у вас просто пропадут. Посмотрите, после добавления у вас уже образуется шорт-код. Вот он. Идем дальше. Теперь третья опция. Третья опция. Если вам понадобится что-то изменить в вашей галерее, то вы просто в нее заходите, нажимаете вот эту синюю кнопку и в созданной галерее заменяете или удаляете какие-либо картинки. Сейчас мы с вами посмотрим, как это делать. Но последняя, четвертая опция, которая нам сейчас очень важна, это опция добавления картинок в определенную галерею. Вот если бы у вас здесь было несколько галерей, то вы могли бы уже конкретно выбрать определенную галерею, с которой вы будете работать. У меня она одна, поэтому я просто нажимаю вот эту вот клавишу «Редактировать». И у меня появляется кнопка «Добавление картинок». Давайте добавим картинки. Картинки мы будем добавлять прямо с компьютера, с рабочего стола. Вот пошла загрузка этой картинки. Картинка загрузилась. Я ничего не делаю, я добавляю следующую картинку, потому что в моей галерее должно быть несколько картинок. Следующая картинка. Я сейчас отключу запись, чтобы мы не тратили с вами время. Загружу все картинки и потом впоследствии вам покажу, как это все я делаю. Итак, вот я загрузила, посмотрите, сколько картинок. Здесь они идут в формате PNG, достаточно тяжелые. Вы можете загружать в JPEG, так как вы, собственно говоря, сделаете какие-либо скриншоты или какие-либо фотографии. Значит, максимальная величина картинки должна быть не более 1000 мегабайт. Итак, что я делаю дальше? Дальше я нажимаю вот на эту кнопочку «Save Image». То есть сохраняю все картинки. И вот все картинки у меня здесь появляются. Вот они. То есть посмотрите, не надо бы заходить в медиафайлы, То есть все эти картинки сразу загружаются внутрь нашей с вами консоли, вот внутрь нашего плагина. Здесь остается сделать только определенную оптимизацию. То есть назвать как-то картинку, дать ее описание и дать ее номер, нумерацию. То есть она будет у вас идти первой в показе. Если вы захотите удалить картинку, то вы просто здесь ставите чекбоксик. Вот таким образом вы работаете с картинками. Посмотрите, у меня здесь в этой галерее 2 странички. Если я захочу отображать, чтобы у меня отображались 10 картинок сразу, чтобы вся галерея отображалась, то я просто переключаю на 10 картинок, и вот они все 10 картинок у меня здесь видны. То есть если вы, ну, случайно, каким-то образом загрузите 2 раза, вот посмотрите, вот как у меня здесь загружены 2 картинки одинаковые, да, значит я вот эту вот здесь ставлю галочку и пишу сохранить изменение. Вот теперь давайте посмотрим, видите, такая вот картинка у меня ушла. Но так как у меня здесь прошла сортировка, то посмотрите, вот здесь мне надо написать, что эта картинка будет отображаться второй, вот эта будет отображаться третьей, вот эта четвертой и вот эта пятой. Опять пишу сохранить изменение и перехожу на вторую страничку. Не хочет у меня отображаться сразу все вместе. Вот эта картинка будет шестой и вот эта вот картинка будет седьмой. Опять сохраняю изменение и не забываю кликнуть вот на эту кнопку. Все, галерея у нас создана. Вот она, наша галерея. Значит, мы можем отсюда заходить в ее редакцию. Итак, сделали. Что мы делаем теперь? Теперь я захожу в первую опцию и в этой первой опции копирую вот этот шорткод. Скопировала. Теперь иду на ту страничку, на ту запись, вернее, которую я создала. То есть это та самая запись, которую вы сегодня читали. Кликаю «Изменить». Нахожу здесь то место, куда я собиралась вставлять этот код, куда я собиралась вставлять эту галерею. Вот она у меня, эта часть. Здесь я написала. Вот так будет выглядеть картинка галереи про енотов. И вот сюда я вставляю этот шорткод. Ну, давайте попробуем посмотреть нашу галерею, уже установленную, вот через эту кнопку «Просмотреть». Вот статья, и вот она наша с вами галерея. То есть вот та картинка, на которую, собственно говоря, человек должен кликнуть, чтобы получить всю галерею, всю ее увидеть. Давайте мы на нее кликнем, и вот посмотрите, как будет выглядеть эта галерея. Значит, вот это первая картинка. Посетитель подводит курсор и может увидеть следующую картинку. Это первое, что он может сделать. А может выбрать любую картинку из предложенных здесь снизу. Я специально загружала картинки разных размеров. Для чего? Исключительно для того, чтобы вы могли посмотреть, что картинки не меняются, не деформируются, очень хорошо отображаются. Вот все они постепенно, все эти картинки можно просмотреть. Итак, это последняя картинка. Человек, который смотрел вашу галерею, чтобы закрыть ее, он просто нажимает вот на эту кнопку. Обратите внимание, что вот здесь у нас есть кнопочки социальных сетей. Я могу также переходить с одной картинки на другую, кликая вот по этим кнопочкам. Не только вот здесь вот, слева и справа, но и вот здесь. Вот в этой части, вот эта часть и вот еще вот эти стрелочки перехода. Закрываю галерею. Мы с вами установили галерею. Как видите, все очень легко и просто. Таких галерей вы можете сделать множество. А этот шорткод можно установить не только в одной статье, а в нескольких статьях, если это, конечно, вам понадобится. Итак, всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. Встретимся в следующих видео.